Вкусный завтрак Вкусный завтрак это отдельный праздник в нашей жизни, но еще лучше, если он будет и полезный. И сегодня мы поговорим об идеальном завтраке, которое зарядит вас энергией и настроит на весь предстоящий день. Привет, с тобой Алина Шарапова и ты смотришь программу «Эффект бабочки», потому как изменяя себя, ты изменяешь и мир. Ну что ж, начнем изменяться к лучшему с самого утра, а именно с завтрака. А теперь мы перейдем к нашим белкам. Отличным источником белка на завтрак является творог, является молочко, является сыр и яйца. Я считаю, что самым вкусным, самым правильным завтраком является яйца. Яйца, яичница, глазунья, омлет. Сейчас я его приготовлю. Итак, берем наши яйца, взбиваем. Ученые, кстати, отмечают, что если на завтрак вы съели яичницу, например, то в течение дня вы потребляете на 25 калорий меньше. На 25% калорий меньше. Итак, мы взбиваем наши яйца. Лучше покупать яйца маленькие, потому что их снесли молодые курочки, и они наиболее полезны. Так, мы мешаем, взбиваем. И здесь, опять же-таки, просто простор для фантазии. Мы добавим немножко соли. Немножко соли. И я сделаю яичницу из прованских трав. Они очень ароматные и очень вкусные. И все, завтра готов. Осталось только положить на плиту. Еще раз перемешаем. Вообще здесь можно фантазировать. Можно делать яичницу или омлет, например, из овощей. Можно делать даже с кусочками курицы. Можно делать с сыром. Добавим чуть-чуть молочка. Но моя самая любимая яичница – это с сыром. И не нужно бояться сыра. Почему-то многие, кто следит за своей фигурой, кто худеет, сидит на диетах, отказываются от сыра и считают, что он калорийный. Но я нашла отличное решение. Итак, у нас уже готова основа для омлета. Буквально пару секунд. Я нашла хорошее решение в качестве сыра. Это адыгейский сыр. Вот он такой белый. Но это просто волшебный продукт. Это диетический продукт. И он очень вкусный. В принципе, адыгейский сыр стоит так же, как и все другие сыры российских производств среднего сегмента. Как я сказала, это диетический продукт. Производится полностью из натуральных ингредиентов. Это овечье молоко или коровье молоко, натуральная сыворотка и соль. И все. И адыгейский сыр обладает достаточно низкой калорийностью. Например, на 100 грамм, по-моему, приходится 264 калория. Поэтому, ребята, это просто отличный вариант для тех, кто следит за своей фигурой. И он очень-очень вкусный. Что касается молочных продуктов, таких как молоко, опять же-таки кефирчик, йогурты, то лучше с утра натощак такие продукты не употреблять. Я очень часто замечаю, как в магазинах молодые люди, особенно девушки, покупают йогурты. При этом они считают, что они купили здоровую, в то же время полезную пищу. На самом деле, ребята, магазинные йогурты – это просто пустые калории. В них ничего хорошего нет, кроме как ароматизаторов, усилителей вкуса и так далее. Лучше предпочитать йогурт, например, из натуральных ингредиентов домашнего производства. Если есть йогурты каждый день, то состояние желудочно-кишечного тракта только ухудшится. Пока я говорю, мой глаз радует просто эти яркие ароматные фрукты. Бананы, яблоки, лимончики, апельсинчики. Это все, конечно, хорошо, фрукты – это полезный продукт, и все это знают. Но употребление фруктов тоже имеет свои особенности. Фрукты следует есть только с утра. Не натощак, желательно после завтрака, например, через час. Пожалуйста, ребята, ешьте фрукты только с утра и до 12-2 часа дня. Потому что после захода солнца, то есть, если, например, вы съели фрукт вечером, они становятся токсичными для нашего организма и просто превращаются в яд. Да, ребята, это так. Ну что ж, мы поговорили об идеальном правильном завтраке. А теперь я хочу сказать о том, как не нужно есть по утрам. Я, опять же-таки, очень много замечаю, что покупают люди в магазинах. И замечаю, что многие на завтрак предпочитают мюсли или хлопи с молоком. При этом они, опять же-таки, считают, что они вкусно сбалансировано позавтракали. Ребят, на самом деле мюсли, магазинные я имею в виду мюсли, хлопи – это опять пустые калории. Никаких полезных веществ там нет. Те мюсли, которые предлагают нам производители, содержат огромное количество сахара, усилителей вкуса. Это зерно, оно не цельное. Оно проходит несколько степеней обработки, и поэтому на смену приходят всякие консерванты. Лучше делать домашние мюсли собственного производства, и это будет гораздо полезнее. А еще лучше, если, например, на завтрак едят бутерброд с колбаской или чашкой кофе. Ребят, бутерброд с колбаской – это мертвая еда, и никаких питательных веществ вы не получите, кроме как забивание желудка пищевым комком. Я, конечно, поставила много ограничений насчет еды, но вообще хочу сказать, что не нужно ставить себе рамки. Живите полной жизнью. Если с утра вы не хотите кашу или творог, не нужно силком себя заставлять, как советуют, например, диетологи, что с утра обязательно нужно поесть. На самом деле универсального завтрака-то и нет. Хороший завтрак – это прежде всего разнообразный завтрак и, естественно, полезный. А, я забыла сказать о сладостях. Как раз сладости, такие, например, как финики или горький шоколад – это полезные сладости. Как раз-таки лучше употреблять с утра и желательно после белковой пищи, например, творога, потому что они очень хорошо усваиваются таким образом в нашем организме. И в разумных количествах всегда можно себя побаловать. Живите полной жизнью. Радуйтесь, радуйтесь этой жизнью. Завтракайте. Завтракайте вкусно и правильно. Улыбайтесь и почувствуйте эффект бабочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова